В преддверии объявленного года культуры в России ДК «Тракторостроители» открыл очередной творческий сезон. В этот раз он юбилейный. Уже 20 лет дворец занимается кружковой и культурно-массовой работой. В свой праздник в концертном зале собрались воспитанники и друзья Дворца культуры. Ну что, начинаем перезагрузку! Перезагрузка 2.0. Так был назван праздничный концерт, посвященный открытию творческого сезона. Упор на технологии будущего выбран не случайно. Это ориентация на новое поколение продвинутых детей. Однако никакие высокие технологии не заменят живого общения. В кружках ДК «Тракторостроители» научились сочетать и то, и другое. Сегодня здесь действует 26 клубных объединений, в которых занимаются около тысячи участников от 2 до 70 лет. Некоторые находят информацию о кружках самостоятельно. Маленькая Соня пришла на танцы по совету маминых друзей. Мы занимаемся только один месяц. Занимаемся в студии «Солнце клёш» у Елены Николаевны. Нам просто очень нравится заниматься танцами. И, конечно, для осанки девочки, что очень-очень-очень важно. Чтобы осанка была прямой, красивой. И ребенку очень нравится заниматься. Реализовать себя можно как в танцевальных, так и вокальных, художественных, театральных и спортивных кружках. Шесть сотрудников дворца имеют звание «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». Семь коллективов – звание «Народный самодеятельный коллектив». Студия восточных единоборств «Бусинкай» не раз брала призовые места в соревнованиях различного уровня. Я хочу поздравить всех педагогов, всех наших руководителей кружков с праздником. Хочу, чтобы сбывались, дорогие мои, все ваши желания. Желаний у нас много, чтобы хватало ткани на костюмы, чтобы они были великолепны, красивы. Чтобы у нас были технические средства, потому что так важно показать культуру нашего родного народа красочно, ярко, современно, в 3D желательно. Открытие творческого сезона – это только начало. Основные юбилейные мероприятия в честь 20-летия ДК «Тракторостроителей» пройдут в декабре этого года. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.